Так, ребята, мы приехали в Выборг сегодня. И вот эта толстая башня, мы сразу в центре. Мы в центре. И тут такая средневековая Европа сразу. Кругом туристы, понятно. Кстати, сегодня будний день. Сейчас будем искать всевозможные достопримечательности. Вот идём и видим всевозможные старые дома. Улочки такие средневековые. Идём по направлению к замку. И к музею. По дороге, которая занимает от нас 2 часа 20 минут. Мы как-то выехали нечаянно на платную дорогу. Впервые её узнали. Вон, башенки красивые. Как оплачивать. Но обратно поедем по другой дороге. Потому что даже не столько жалко денег, сколько хочется, во-первых, ближе к морю проехать. Во-вторых, вся дорога километров 60. Вот по Выборгскому шоссе она вся ремонтировалась. Пришлось ехать медленно-медленно. Вот на берегу реки. Нет, это, наверное, залив, не река. Вот расположился замок. Сейчас мы туда пойдём. Идём по крепостному мосту. Внизу лилии. Здесь жёлтенькие пушинки. И вот здесь крепость, куда мы направляемся, собственно. Заходим в крепостную. За крепостные стены. Но на башню, как я понимаю, мы подняться не сможем. Потому что она закрыта на реставрацию. К сожалению. А тут просто музей. Вот такая вот тут кузница. Настоящая с мехами. А кто-то что-то куёт. Средние века, можно сказать. Мы приехали сегодня в парк Монрепо. Что в переводе означает «мой отдых». И по нему гуляем теперь. Здесь другая природа. Выборги. Тут скалки такие. Живописные. Чайки кричат. Это вот морской залив выборгский. О, какая-то ржавая прям вода в нём. Но она не грязная, а именно ржавая какая-то. Здесь, наверное, тут много железа, что ли. Кораблики. Я думаю, мы ещё на кораблики поплаваем. Ну, тут какие-то сооружения. Плохо то, что тут сейчас всё просто, всё реставрируют. Что, пойдём вот так вокруг? К тому мостику пройдёмся ещё. Всё реставрируют. И нам не удалось на башню святого олафа забраться. В связи с этим. Ну, какая-то маленькая птичка. На чайку не похожа. Кулик. Какой-то кулик. Да, ну вы можете видеть. Да? Это маленькая такая. И маленькие, большие. А старокрылая чайка. Вот такой вот форт Монрифо. Вот насыгут. Любовь о скалами. Скалы. Наконец мы увидели скалы. Мы по ним скучали, а они тут есть. Скалы. На них что-то там палитник какой-то установлен. Ну, видимо, всё-таки посвящённый Второй мировой, которой, конечно, тут в Великой Отечественной много палитников. Хотя мы ещё видели сегодня памятник невинно убиенным. Это Первая мировая война. Или финская, скорее. Гражданская. Гражданская. Финская. Рускочинская. Вон там какое-то красивое сооружение. Мы туда тоже сходим. Сколько тут сильные ветры дуют, а деревья вот так вот укрепляют мощно. Чтобы я не поломала, не погнула. Мы сначала зашли, забурились. Вместо того, чтобы на парк были какие-то аллеи выйти. Это место, где выращивают какой-то питомник, где выращивают деревья, кусты. Сегодня прямо откровенно жарко. Что для Выборга, наверное, вообще странно. Это же северный довольно город. Отсюда до Хельсинки уже меньше двухсот километров. А мы сейчас тоже сядем и помочим. О, очень приятный парк. Непонятно, зачем вот тут это сооружение висит. Прозрачное, бутылочное. В нем какие-то шишечки мне заряжают. Зачем? Может, пловушка для кого-то, кто любит шишечки. Когда мы ехали по трассе, мы видели леса в том числе. Сосновые привычные нам. Ну, так много, но были. Ох, какая там штучка. Обязательно туда сходим. Какие-то башенки. Очень красиво. Надо почитать, что это такое-то хоть. Чайный домик. Очень спокойные озера с кувшинками. Хотя тут, по идее, должна быть соленая вода. Ну, наверное, слабо соленая. Потому что это же все-таки залив. А кувшинкам хоть бы что-то и коза сидит. Полетела. Сейчас, надеюсь, вот утра Неделеева, который, кажется, тоже любил. Очень даже. Он Репо и Выборг. Он отправился с небольшим запасом чая-табака пятьюдесяти рублями в кармане в десятидневное путешествие по Синляндии. Посетил Выборг, погулял в Монрепо. Вел дневник, поел немного и не мог не поехать в Монрепо. Это прям как мы. Мы ничего не поели, попили кофе. И сходим в ботинописи. Ну. И я бы вот вообще хотя бы попила какой-то понтон. Вот дешние камни, деревья. Напоминаю, я перла курюху немного. Дорожки. По камням. Деревья. Ну, внизу где-то море, залив. Сегодня очень жаркий. О, вон туда вниз идет тропа. Наверное, надо туда идти. И куда мы придем? А там вот это сооружение белое. Ну, там это белое сооружение. Оно оказалось вообще на острове. На него не попасть пешком. Только, наверное, перевозят. Вон там перевозчики сидят. А потом пойдем к перевозчикам подойдем. Очень много стрекоз. Может, они вообще увозят в город перевозчики. Вот посмотрим. Я бы уехала. А то что опять пять километров топать. Вот так. Можно было бы очень неплохо прокатиться водой. Вот по этой горе мы тут ходили. К примеру, как в Белокурихе. Только, конечно, в миниатюре. Ну, а здесь вот тоже такие скалки. Море. Чайки. И белое сооружение, которому только по воде. Можно пласть. Ниточки плавают. Чайки плавают. Сейчас подойдем и спросим, как тут можно покататься. На кораблике. Сейчас будем смотреть на корабль. На корабль. Постойно в 1900-х. Такого корабля. Такая тоже дяденькая уже. Вот. Аминь. Постойно. Погнал. Постойно. 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 Поехали дальше. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...